Лариса всегда была человеком очень активным. Работы не боялась никакой. Обладала природной смекалкой, а в плане физических нагрузок могла дать фору и какому-нибудь мужчине не очень крепкого телосложения. Лариса выбирала места с работой, пусть физически тяжелой, но хорошо оплачиваемой. Если бы еще три года назад Ларисе предложили стать охранником, она бы только фыркнула в ответ. Ну что это за работа? Платят мало и стоять болванчиком, заглядывать в чужие сумки это как-то унизительно. Но, как говорится, мы предполагаем, а судьба располагает. Проблемы со спиной, анализы МРТ и вердикт медиков, нужна операция по замене почти разрушенного позвоночного диска имплантом. На операцию 48-летняя женщина так и не решилась, но вот работу пришлось искать другую. Накопленный опыт и знания позволяли заняться офисной работой, но здесь внес свои коррективы возраст. Работодатели не горели желанием получить в штат почти пенсионерку. Пометавшись по безрезультативным собеседованиям, Лариса решила последовать совету давней знакомой и отучилась на охранника. Дети выросли, и вопрос зарплаты уже не стоял так остро, как раньше. Женщина прошла медкомиссию и буквально через два дня приступила к работе. За первые месяцы на новом поприще Лариса убедилась в правильности поговорки «чужая работа всегда легкая». Никогда не думала раньше, что обязанности охранника такие разнообразные в зависимости от места службы. В работе оказалось много подводных камней и подвохов. По этой причине Лариса поменяла за три года четыре охранных предприятия. И вот уже три месяца она наконец-то ходит на работу с удовольствием. Доброжелательные отношения руководства, неплохая оплата вполне компенсировали 24-часовую смену, почти полтора часа на дорогу и другие неприятные нюансы. Ларисе очень нравился её пост. Довольно уютная караулка, в которой был даже небольшой телевизор, располагалась в двухэтажном административном здании промышленной базы далеко за городом. Днём по его этажам сновали работники, а ночью охраннику выменялось сделать обходы здания каждые два часа, компенсируя отсутствие в здании системы пожарной безопасности. Последние две недели обязанности у Лариса добавилось. Каждый день, дважды, Лариса сверяла по списку количества инструментов бригады, которая занималась разборкой комнатушек и закутков в подвале. Поговаривали, что скоро там будут новые душевые и даже сауна. Появление бригады иностранцев стало своего рода развлечения для Ларисы и поводом для шуток коллег. Все новые работники были спокойные, вежливые и работящие. Они начинали работу в 9 утра, а заканчивали всегда поздно, когда на землю уже опускались летние сумерки. Старшим у них был пожилой, невысокого роста и очень щуплого телосложения мужчина с загорелым, похожим на печеное яблоко лицом. Без привычных физических нагрузок Лариса слегка располнела, и ее пышные формы буквально очаровали восточного мужчину. Каждое утро сухроп преподносил Ларисе то яблоко, то шоколадку. С восхищением в черных раскосых глазах протягивал женщине подарки и называл Маликой. Хотя и посмеиваясь в душе, женщина всегда сердечно благодарила своего воздыхателя, а утром шутливо хвасталась перед коллегами в автобусе новым презентом. Вот и сегодня на столе олел боками большой нектарин, и вот свет казался еще ярче от падающих из окна лучей заката. В здании не осталось никого, кроме бригады в подвале, и Лариса вышла на улицу посидеть на лавочке. Женщина залюбовалась закатом, который багрово-малиновой лавой растекался по горизонту. Если верить приметам, завтра ожидался очень жаркий день. Из-за входной двери раздался громкий голос прораба Константина. Не выбирая выражения, он почти кричал что-то о сроках, совести и неблагодарности. Мужчина выскочил на крыльцо с красным от гнева лицом и тяжело плюхнулся на лавочку рядом с Ларисой. — Ларочка, ты там сделай отметку, что мои обалдуи без инструмента выходят. По смене передай, завтра пришлю человека забрать. — Хорошо, запишу, а что случилось? Дурдом случился. Бросили все в подвале, вломились в кабинет, твердят о каких-то шайтанах, еще бы танцы с бубнами устроили. Уперлись, как бараны, вези их домой и точка, а у меня сроки горят. Мужчина махнул рукой и быстро спустился к микроавтобусу. Из дверей выходили члены бригады. Всегда белозубо улыбаясь, желавшие Ларисе доброй ночи, сегодня они, сосредоточенно глядя под ноги, молча проходили мимо. Создавалось впечатление, что они убегают от кого-то. Сухроп вышел последним и уже спустился на пару ступеней, как неожиданно быстро вернулся и вплотную подошел к сидящей женщине. Не глядя на Ларису, мужчина заговорил странным свистящим шепотом. — Маленька, надо спать ночью крепко. Ты спи, коридоры не ходи. Увидишь зло — это плохо очень. Тебя увидит зло, совсем плохо. Внезапно пожилой таджик наклонил лицо неприятно близко, схватил женщину за руку и, глядя прямо в глаза, вновь зашептался слезами в голосе. — Лариса, скажи начальнику, живот болеет, голова болеет, все болеет. Домой надо, домой. Плохо здесь, очень плохо. Чувствуя, как по спине пробежал холодок, а в груди комком застыл страх, Лариса выдернула руку из цепких пальцев и резко встала. Сухроб, сгорбившись и словно встав еще ниже, молча развернулся и поспешил к соотечественникам. Газель уехала, а Лариса, находясь в странном смятении, поспешила зайти в караулку. Первые несколько минут ошарашенная произошедшим женщина просто мерила шагами небольшое помещение, пытаясь избавиться от какого-то мерзкого, липкого ощущения. Она, казалось, еще чувствовала влажные пальцы на своей руке и неприятное чужое дыхание. Лариса залпом выпила стакан холодной воды. На глаза попал яркий нектарин. Женщина схватила фрукт и со злостью швырнула его в мусорное ведро. Лариса не была суеверной. Нет, по дереву, конечно, стучала и через плечо плюнуть могла, но делала это как-то не сильно, вникая в смысл ритуала. Во всяких ясновидящих и колдунов не верила от слова совсем. Потом, немного успокоившись, женщина с удивлением подумала, как же мало нужно, чтобы из глубин нашего подсознания вылезли все суеверные, первобытные страхи. В голове зазвучал свистящий шепот. Увидишь зло – плохо, спать надо. Вот, блин, псих ненормальный. Как напугал, пробормотала женщина. Все настроение испортил. Телефонный звонок разбил тишину, заставив женщину подскочить от неожиданности и толики испуга. Начальник караула, обговорив рабочие вопросы, нажал на отбой. Разговор с руководителем помог Ларисе сбросить себя непонятную одурь. Успокоившись, женщина закрыла на ключ входную дверь, проверила запасной выход. Смена постепенно возвращалась в привычное русло. Отбросив все суеверия, женщина сделала записи в журнале, выполнила первый обход и вернулась в караулку. В углу негромко бормотал телевизор. Налив кружечку кофе и поставив в будильник на время следующего обхода, Лариса включила планшет, решив скоротать время и отвлечься от всего чтением любимой книги. Лихо закрученный сюжет совершенно вытеснил из головы и события вечера, и неприятные ощущения. Трель будильника прозвучала, как всегда, на самом интересном месте. Лариса была человеком ответственным, но иногда позволяла себе некоторые вольности. Вот и теперь и женщина перевела будильник на два часа и снова углубилась в перипетии жизни героев книги. Когда будильник запищал в очередной раз, за окном уже дышала прохладой недолгая летняя ночь. С сожалению, отключив гаджет, Лариса привычным движением сняла со стенда связку ключей, на случай, если понадобится открыть кабинет. Лариса взяла небольшой, но мощный фонарик и, сделав сразу две записи в журнал, неторопливо пошла на обход. В ночной тишине звуки шагов глухо раздавались в пустом коридоре. В голове непрошено зашелестел сбивчивый шепот. «В коридоры не ходи, зло увидишь плохо». Чувствуя, как мурашки пробежали по коже, Лариса отмахнулась от неприятных мыслей и негромко запела. Она частенько напевала себе поднос на обходах, но сегодня даже звук своего голоса лишь добавил беспокойство. Лариса рассердилась сама на себя. «Ну надо же, как себя накрутила», – подумала женщина. Замолчала и пошла чуть быстрее, чтобы закончить обход пораньше. Остался только подвал. Обходить его нужды не было. Нужно было только спуститься вниз по лестнице и, стоя перед кучами битого кирпича и старых досок, убедиться в отсутствии возгораний и дыма посредством личного газоанализатора в простонародье носа. Лариса уже спустилась на пару ступеней, но застыла на месте, увидев в полумраке у нижней ступеньки непонятный силуэт. «Воришка, кто-то из рабочих остался», – мелькнула в голове, но в следующий момент, буквально за секунду, женщина рассмотрела длинные, почти до пола руки с тонкими, шевелящимися как черви пальцами, длинные когти, серое бочкообразное тело, увенчанное совершенно гладкой головой с чёрными провалами вместо глаз и широкой щели рта, усеянные множеством мелких и острых зубов. Словно очнувшись от сна, существо задышало с надрывным хрипом и какими-то угловатыми, ломкими движениями начало подниматься вверх. Мозг женщины ещё не оправился от шока, а тело уже метнулось прочь, ведомое чувством самосохранения. Огромными, нереальными для её возраста и телосложения скачками, Лариса забежала в караулку и закрыла дверь на ключ. Трясущимися от страха руками женщина быстро включила верхний свет, лампу на столе и схватила стационарный телефон. Трубка предательски молчала. Лариса стала судорожно искать мобильник. Мысли путались от охватившего женщину ужаса. Бежать! Забилась в голове набатом, надо бежать на улицу, на КПП у ворот, там люди. Лариса метнулась к двери и уже хотела повернуть ключ, как услышала совсем рядом, буквально за дверью хриплое дыхание. Отцепенев от ужаса, женщина слушала, как чудовище царапает когтями по деревянным панелям. Внезапно раздался громкий, утробный рык, и дверь затряслась от мощных ударов. Женщина отскочила от двери. Мозг отказывался верить в реальность происходящего. Казалось, что это кошмарный сон, и Ларисе отчаянно хотелось проснуться. Тело сотрясала крупная дрожь. Женщина обвела помещение безумными от страха глазами и внезапно, очень четко осознала, что это конец. С минуты на минуту дверь рухнет от мощных ударов, и она, Лариса снова увидит бездонную черноту глазниц чудовища, а мелкие острые зубы разорвут ее тело. Обессиленная женщина опустилась на пол. От безысходности из глаз хлынули слезы. В клубке спутанных мыслей опять зашелестил шепот. «Ты увидишь зло. Плохо. Тебя увидят совсем плохо. Спать надо. Не ходи». Внезапно, словно решившись, Лариса на четвереньках залезла под стол, стянула себя в форменный китель и полностью замотала в него голову. Побелевшими от страха губами женщина шептала, словно в бреду. «Я не увижу. Я не увижу. Меня не увидят». Забившись к самой стене, женщина свернулась клубком, крепко вцепилась в китель на голове и, оцепенев от страха, слушала какие-то чавкащие звуки, хриплое дыхание. Утробное рычание монстра скрежет и треск. Дверь рухнула. В нос ударил удушливый сладкий запах гнили. Чудовище схватило женщину за лодыжку и потянуло к себе. Громко визжа на пронзительно высокой ноте, Лариса извивалась всем телом, дрыгала ногами, пытаясь освободиться от костистых лап. От захлестнувшего все существо животного ужаса женщина обмочилась и потеряла сознание. Утром сменщица Ларисы, наткнувшись на закрытую дверь, подошла постучать в окно. Женщина не ожидала ничего плохого. Редко, но бывало, что задремав под утро, коллеги не сразу открывали дверь. Увидев раскуроченную дверь в караулку, лежащую на полу Ларису, женщина сразу вызвала по мобильному телефону группу быстрого реагирования и поставила в известность начальника караула. Чётко следуя инструкции, охранница спустилась крыльца и стала ждать коллег, останавливая и не пропуская ко входу прибывающих на работу сотрудников офиса. Оперативно прибывшие сотрудники ГБР открыли двери запасным ключом и бросились к Ларисе. Проверив пульс и убедившись, что женщина жива, вызвали скорую помощь. Как ни старались, мужчины так и не смогли рожать побелевшие от напряжения вцепившиеся в ткань пальцы и снять намотанный на голову китель. Только когда приехавшие медики сделали несколько уколов, материю удалось снять. Изумлённым взглядом присутствующих предстало измождённое, испещрённое морщинами лицо с крепко зажмуренными глазами. Взъерошенные волосы были совершенно седыми, молодая врач поднесла к носу Ларисы ватку с нашатырём. Женщина закрутила головой и раскрыла глаза. Обведя всех мутным, безумным взглядом, Лариса начала пронзительно кричать. Никакие слова и действия не возымели результата. Громко вопящую охранницу так и загрузили в машину скорой помощи под удивлёнными взглядами собравшихся у здания людей. Лариса провела в психоневрологическом диспансере почти год. Выписавшись, забрала документы с прошлого места работы и устроилась уборщицей в торговый комплекс. По договорённости с руководством мыла полы только в светлое время суток. Став очень замкнутым и неразговорчивым человеком сильно постаревшая Лариса никогда не выключала свет и каждый вечер выпивала очень сильное снотворное. О том, что с ней произошло, не рассказывала никому. Неохотно открывала двери сестре, что каждый день приходила её проведать. Лишь однажды предложила выпить кофе и монотонным. Тихим голосом рассказала, какой ужас пережила. В конце рассказа она взглянула на сестру глазами полными боли и тоски и сказала. «Мне повезло, что я потеряла сознание. Наверное, ему нужно было, чтобы жертва чувствовала и страх, и боль». Женщина помолчала и ещё тише добавила. Хотя повезло ли? На следующий день сестре никто не открыл. Не сумев достучаться и волнуясь за здоровье Ларисы, сестра настояла, чтобы дверь взломали. Беспокойство оказалось не напрасным. Лариса умерла, выпив разом всё своё снотворное. На кухонном столе женщина оставила записку. «Он смотрит на меня из темноты».